Всем привет! Компания Арио вас приветствует! Меня зовут Иван. Сегодня у нас прицеп МЗСА 831112.215. Этот прицеп имеет такую же платформу, как и 10-я модель с высокими бортами. Внутренний размер платформы у нас 1,85 на 1,23 на 1,23. Высота бортов 47 сантиметров. Особенности на данном прицепе в том, что он имеет у нас тормозную систему. Мы знаем, что 10-й 0.14 у нас просто прицеп без тормозов. Вот он стоит у нас. Простая стандартная серийная модель прицепов. Простое дышло здесь, стандартное. 13-е колеса. Грузоподъем здесь чуть больше 500 кг. А вот данная модель у нас имеет грузоподъемность паспортную 996 кг. Полная масса здесь тонну 300. Имеет усиленное дышло, усиленную подвеску, усиленную раму и колеса. Колеса здесь, значит, у нас пол-террейн ТА. Значит, размер у нас какой здесь? 215 на 65, R16. Разболтовка здесь 112 на 5. Ступица усиленная. Здесь барабаны стоят тормозные. Тормозные. Вот. Давайте по порядку. В целом начнем с дышло. Итак, подключили аккумулятор. Сейчас свет посмотрим, как горит. Итак, тормозное устройство здесь у нас установлено от фирмалка Кобер. Значит, нагрузка здесь на тормозное устройство на 950 на тонну 600. Нагрузка на сцепную головку максимальная 100 кг. Механизм тормоза здесь у нас. Дальше установлено усиленное опорное колесо. Усиленный хомут на чугунной станине. На 300 кг вся эта нагрузка дышло у нас имеет вот такую форму. Высота, значит, здесь до верхней точки шара. Когда, чтобы прицеп находился в горизонтальном положении 38 см от земли до верхней точки шара. В этом случае прицеп будет у нас в горизонтальном земле находиться. Функции самосвала здесь нет. Дышло крепится с помощью болтов. Дальше. Размер дышло здесь 40 на 100. Профильная труба. Рама тоже здесь усиленная, в отличие от модели 10.0.14. Передний и задний борта открываются. На бортах бабышки. Стандартные заводские замки стоят. Дальше по платформе. В комплекте два противотката упора. Есть у нас по углам крепежные петли нового образца. Фанера на полу влагостойкая. 9 мм. Фанера полностью крепится с помощью винтов и гаек. Сбоку прицепа мы видим... Высота бортов, сказал, уже 47 см. Увеличенные крылья здесь. Колеса 16-е. Брызговики вот стоят. Задний борт у нас тоже откидывается. На заднем борту бабышки видим. Треугольный светоотражатель. И вот здесь полностью светодиодная у нас техника стоит. Она герметичная. Вот у нас здесь видно, мы видим поворотники. Сразу все включила. Габарит тормоза вот в этой части. Это противотуманный фонарь стоит. Освещение номера тоже светодиодное. Еще есть фонарь заднего хода. Но у нас он не подключен на нашем аккумуляторе. В целом вот так вот выглядит наш прицеп. Фонари очень ярко горят. Даже при дневном свете. Видим, хорошо горят фонари. В целом прицеп у нас отличается от прицепа 10-0-14 тем, что имеет полную массу тонну 300. Не всегда для управления этим прицепом требуется категория Е. То есть в некоторых случаях достаточно категории Б для управления данным прицепом. Несмотря на то, что он имеет полную массу свыше 750 кг. Прицеп у нас с полной массой тонну 300. 900 кг грузоподъема всего. Прицеп в целом рассчитан для использования по бездорожью. Для перевозки тяжелых грузов. Автомобильным тягачом здесь будет у нас внедорожная Нива, УАЗ. Также другие импортные внедорожники. Давайте посмотрим, как устроена у нас подвеска. О, здесь рессорная тормозная. Вот видим у нас балка 60 на 60 здесь толщиной 5. Рессоры 7-листовые. Тормозной барабан. Все очень прочно, надежно. Рассчитан на нагрузку тонну 300 полную. У самого здесь грузоподъема всего 1,5 тонны. Вот так это все выглядит. На крыльях тоже светодиодные фонари. Вот в целом такой прицеп. Такие прицепы мы делаем под заказ. Серийно они не выпускаются. Также любой прицеп из серийной линейки МЗСА можно также сделать тормозным прицепом. То есть это все будет причем документально оформлено. Будут сертификаты, будет ПТС. Здесь вот в правой части рамы у нас ВИН-номер. Номер шасси указан. Вот такой вот в целом хороший, аккуратный, полностью оцинкованный прицеп. Полностью он готов у нас к эксплуатации. И еще особенность тем, что он имеет тормозную систему. С тормозной системой мы знаем, что очень безопасно передвигаться, особенно с грузом свыше 50 кг. Практически машина не будет чувствовать при торможении прицепа и груза, который находится в прицепе. Очень хороший прицеп. Главное, что он оцинкованный полностью, метром горячего оцинкования. Цветотехника полностью светодиодная. На него можно установить пластиковую крышку, тент-каркас любой высоты. Вот здесь мы видим на площадке у нас хаки тент есть, серый тент есть. Любые другие цвета можно сделать. Также можем установить сюда запасное колесо, что еще сюда требуется. Протягонные замочки, стяжные ремни для крепления груза и так далее, и так далее. Спасибо большое за внимание. Оставляйте свои вопросы, пишите комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал и делайте заказ на нашем сайте. Спасибо, всего доброго, пока.